всем привет привет у нас внеплановое чайпитие ко мне приехала моя любимая дорогая кума подружка сестра я уже не устаю это все повторять я очень рада давно мы не виделись мы по полгода не видимся наверно живем рядом а вот обстоятельства так но не рядом сто километров ты опять вещами а вообще почему вас такие неплановые выходные совпали ну не плановые вот потому что но не на уровень часов а я уже думаю науры же обычно вам дают много выходных да я нам ничего не дают это нам тоже там праздничные дни 5 5 дней в этом месте мой на праздничество на резюме получилось и получилось видишь все что не делается как лучшего погода хорошая думаю съездим не слухом не духом утром звонит я еду и вот приехала я еще утром сама не знала что поеду а так и хорошо получилось когда внезапно раз и приехали так что вот сидим пьем чай сейчас немножко не наговорятся второе чайпитие будет опять включим волна пройдет до перебазировались в комнату отдыха после чая надо немножко полежать я хочу показать вам она никогда с пустыми руками не приезжает она выслушает вот я вскоре сказали что клеен купили нехорошую она видать этого тоже намотала давно хотела столько здесь два метра нам надо метр сорок сейчас мы немножко отдохнем пойдем отрежем и может быть нам еще на другой столик хватит посмотрим сейчас померяем ну расцветка мне понравилась красивая положили чтобы она выпрямилась а то она на морозе она не тоже на морозе от того что сложенная ну вот пусть немножко отлежится светленькая продавщица мне говорит что это чисто по размеру такая клеенка покупайте я не знаю я уже лет семь такой такую клеенку да нам тоже многие пишут что надо только по размеру столешницы нет нет она также повисает нет но она вам сказала по размеру столешницы ну вот и мне также говорите ну вот так вот вещь она же даже на остальяна она поставить немножко но она свисает по-любому хоть и обмертнете будете мне тоже нравится только так она у кого нарвется ну со времени у нас круглые у нас не острые я хочу сказать вот у меня одна клеенка три года три года и только на одном углу у меня только трещина появилась потому что мы там как бы немножко задеваем ну за три года хватит что она уже надоест за три года и так и так менять надо мы за три года несколько штук поменяли но у нас все были непутевые ну да те что я с молодёжного привезла это был мой вкус у нас дочерью разные вкусы но все равно стелили за неимением а который мой вкус я купила летом она приехала быстро ее выкинула серую а мне она очень нравилась мне кажется на и под гарнитур подходила что теперь даже верх найти не можем видать полетел в печку сразу не нет точно не печку нет я же можно куда-то полочки стелить это я куда-то прибрала недалеко я и простую всегда оставляла на получивку ну она у нас на девочку нет уже до такой степени что уже на полке на первых тоненькая на ерзать на полочках вот такая будет на полочках хорошо держаться так что сейчас посидим немножко поболтаем отдохнем мы пойдем стелить желешки там же есть еще одна дает квадратная есть надо квадрат и 1 начатая там есть ложечкой скучно ей она вообще не не хочет моя на горошечка она иногда выходит туда она может и хочет но они ее не принимают она как монар монахиня тут живет Маруся ничего что сумка стоит не мешает тебе она где хочет и все что хочет уже стала выходить отсюда к нам в спальню заходят потому что весна природы хоть она и стерилизована она измыкалась так у нас это синка тоже стерилизована вон по ночам скотами любовь крутит природы все равно есть хоть стерилизованные хоть кастрированные а на улице вообще боится на летом-то не выходит никогда сейчас зимой вовсе не пойдет у нас тоже страшно отпускать но у нас один раз пропадала уже мы чуть с ума не сошли я жралка у нас недавно ушел котик и что-то ваши штук 6 не было я с ума сходила бреваника да но с туда с другого конца бежал сарая каких-то и ежа еще какой-то василиса кажется красивые кошки они они живут ручные домашние наши нет она очень дикой ну как дикой она улице она никому не дастся наши остальные кошки тоже дома однако же они гладиться всем даются а это надо же дома вот если дети приезжают она сразу шмойка все ее нет у него там под стеллажом норка есть она там прячется а ребят по поводу сентябринки хотела объяснить я же вам так не рассказала что ее забрали не переживайте что там кто-то мне пишет где дети это плохо я ее отдала по рекомендации женщины с которой я работала в доме этих престарелых мы с ними на связи и с саша я на связи и с этими же ну кто взял эту кошку все там нормально они любят кошек даже если и дети то я же писала уже то это зависит что это зависит от воспитания у меня приходят дети никто в жизни ни одного ну не кошку ни собаку не мучает потому что я сразу объясняю что это нельзя а если конечно говорить что делаешь с ней что хочешь будут мучить дети ну это одно а второе все равно хуже чем она жила в стае ей не будет там она одна вот сегодня они уже писали первый день она у них написала на кухне не зашла в лет на лоток а сегодня даже вчера она уже писала что все она уже ну ходит на лоток да и стресс и ее там вкусняшками кормят или в сарай мы и мы раз два дну враг два раза в день заходим утром и вечером что там 15 минут постою с ними дала и ушла им же внимание надо конечно хуже не будет я предупредила если вдруг она вам не подойдет начнет гадить или что-нибудь еще сразу же чтоб вернули но они там на седьмом небе от счастья пока по крайней мере так что много писали там что не радуйтесь кому попала сбагрила и радуется никому попала я неделю с ними была на связи прежде чем отдать она сто раз перепроверит тем более саша живет с ними по соседству саша забрала муську помните муську который с работы с котятами я привезла да вот ее котята карамелька коржик и компот она забрала их маму и у нее свой код еще она тоже очень любит животных и она мне сто процентов дала гарантию что это хорошие люди так что не знаете не надо писать зачем все у нее хорошо не видели он сегодня вышел ну вот они ролик это шортс был что ее забрали все обиделась легла задом к тебе и что она выслушала что как конфетки погрызет отойдет какая чашка красивая позолучина это ирбиса чашки нашего британского кота и ее папки по наследству осталась посуда вот такие вот дела хотела сказать про ирбиса мы котеночком его взяли породистый он с документами у нас был все ну весной начал тоже так проситься на улицу мявкать а у меня дед он был очень любил животных он вообще не надо представьте кот орет и орет пришлось его выпустить думаю ну может не уйдет ну он походил наверное какое-то время походит придет походит придет в одно прекрасное время не пришел он тоже такой котяра был здоровый он был очень красивый у тебя фотографии нет поблизости нигде нет она в альбомах а окрас у него был как вот раньше этот продавали на корме почему раньше и сейчас продают вискос даже вот на пачечках которые ты едешь этот окрас называется вискос он называется окрас такой был красивый очень глаза были мандариновые такие украли нашего ирбиса он давался он был такой ласковый хотя говорят британцы не ласка и вот это вот хоть она и полукровка она истинная британка а долька мама маша смысле жена ирбиса которому покупали пару то тоже было вообще не давалось даже погладиться а ирбис нет он наоборот у нас медалист был у него три или четыре кубка был его на выставку возили дети иринкины жили еще здесь ну и вот называется самовыгул выпустили все ну там не как было второй этаж и когда еще муж против то это очень тяжело держать дома котов чтобы они мягкой согласие любовь на свою рыжику сейчас не можем у вас обоюдное еще больше его любит как только его не называет няня когда как он его там по-всякому как наш дакен два и вся два называют все такие нежные ласкательные у дакена не она никогда не скажет маруси редко когда марфа по-своему но он всех игру виагра теперь зовет рема как он рема зовут я уже забыла реми реми ну короче всех мэгги мегапласт еврик евронюс анфиса фиска ну как же он ее зовет подожди ты так резко мне нельзя вопросы задавать меня сразу память отшибает василиса это его любимая кошка как же он ее зовет но это мне свыше дает собачка тут бегает с биркой на ушки это значит ее простерилизовали бесплатно и выпустили волонтеры и значит она чисто черная и ростом она вот как рем наш даже побольше наверно ночи к ягод течу коро что ли назови ее жучка жучек много ночек мало по имени мне кто-то писал же в комментариях еще имена какие-то дает желтый что это за кличка хоть бы рыжих написал воин назвала а я вот хочу желтый как этим демсы есть желтый так и у меня собака желтый я вчера какой-то ролик смотрела там корову показывает олька значит держит хлебушек и кричит олюшка иди к ольга ольга да вот так вот с четырьмя лапами припрыжку к ней не представляешь это блогер кто-то снимал что ли блогер снимала шорт шорт первый раз вижу корову ольга ольга оля волюшка да она увидела то поднеслась мне кусочек хлеба дала что нравится хоть свет хоть танка ну называй кто как хочет так и называют на хоть желтый хоть на память и было окошко светка ведь чисто белая у кого это вы когда только поженились там рядом соседи жили котенок был подростковый чисто белый я говорю как ее зовут светочка с тех пор он меня светлана или светик но не светочка светит да саша покойник царства небесного всегда свету боготворил не знаю как называл тоже светланка светит светланка светит титовна были были когда официально когда официальный подход был тогда титовна чем а руска ждешь то ждешь сейчас я пойду тебе принесу еще бы не мяу на этих пачках почему-то не нарисован котенок смысле не такая картинка как раньше была мы-то их сто лет уже не покупали это я еще васяки брала вот докармливаем марш и хочет не такое чего не такое я же говорю это еще то может быть что открыто но я не знаю кто открыл это с ложечкой пачка это с ложечкой я явно не открывал я что ли я здесь оставил зачем бы я туда может это я фунтика хотела кормить открыла это что ты ушла с кресла неудобно тебе на кресле сядете уже привычная вот такое кресло удивительно прям как назвать уютное уютное какое-то оно уютное тем что я подложила сюда подушечка если безо всего сесть оно сильно глубокое неудобное это уже сейчас на свое стиле у меня соломина она жесткая когда она стереть на него одеялок она такой мягкая у нас вот котенок бегает по нему такой соломи он забирается на эту спинку смотрит в окно а если качнется а если качнется ничего он уже приловчился как скалолаз запас нуждается ему все решили примерить клеенку видите какая красотища правда хорошо смотрится сейчас так не пойдет как мы хотели придется но вот так пойдет вот вот так пойдет а что нет нет вот тут же нет загиба совсем тут мало маленьких получается так ввести в сторону угу туда встали вот нужно теперь смотреть что везде было одинаково и там столько же вот видишь как будет угу вот так будет а вот тут вот режем а я вот не люблю когда много висит внизу пускай так будет конечно так испортим только там очень нарядно так да конечно она так и должна скатертью висеть ну тут придется ни туда ни сюда вот столько отрежется бумаг да ну где то да ну ну вы точно измерьте эту сейчас испортим как тут раз вот мы уже испортили давай посмотрим что тут да кем тут разрезал на глаз и все испортим нет там должно быть столько же сколько с боков да вот сколько здесь было хорошо да столько и здесь должно быть вот этот угол должен сойтись тогда ничего страшного вот так он должен сойтись откуда ты этому знаешь я знаю ну угол то сойтись а там как вы отмерите сколько надо отрезать а резать зале будете или здесь где ты полосу увидел я не вижу ни хе-хе а и примерьте еще раз чтоб не ошибиться Иди смотри на той стороне примерно, надо линейкой лейть, давай линейка, я пойду линейку принесу, давай Света, по краям, по-моему? Ой, у тебя линейка, блин, как мы возили, по-моему, все, что хочешь есть, что хочешь, что не хочешь, что, тридцать? Нет, тут, сюда чуть-чуть надо, чуть-чуть вот так, на, а вот она, этот, они углы повиснут, они еще повиснут, где-то 28, короче, и будет хорошо 28? Ну давай примерно 28 раз тут 30 Смотри, насколько выше, блин, надо было этот, а здесь нет? Кого? Маркера, ну сейчас принесу Подожди Не такое это простое дело, оказывается? Да, я вот из-за этого не люблю, я люблю, когда в магазине отрезают, чтобы потом дома самим не мучиться Пусть вот, не надо, не поднимай, пусть повиснет, давай Подпусти Как она в магазине стала продавщица рисовать, вот так, ага, все, ну что, теперь в зал? Пойдем Чуть мусор, я только вчера полы намыла, они стерильные у меня Так Где, где твоя метка? Давай-ка Не дам На, на, вот она Теперь нужно, я вот так буду отмерять, а ты черточки ставь Наоборот, ага Вот тут замеряй Она не ровно отрезана Во, во, она Не так Так Меряй Ты че? Сколько сантиметров? Здесь другой совсем Один, да Ха-ха-ха-ха Один Ну тут неровно Да, волны какие-то Смотри, вот я буду ставить 30, а ты черти Вот тут черти Вот тут черти Не черта Сильно не черти Так, 30, 30 Черти Вот так Угу 31 ты уже ставишь, нет? 30 же значит вот тут 31 все таки поставили мастерица до 30 и опять так же получается волнами чем не по нему черти не надо сильно какими нужно отрезать будешь нас ножницы все медленно тупые как-то медленно мне кажется на виде это точно работает тебя во всем оба всех углах вот это точно хороший подожди передвину у вас тоже неровный пол видишь какой угор она не только видит она его еще и ощущает в присутствии человека в третьем лице не говорят если что между прочим линейка в магазине точно такая же была подожди сейчас мы теперь с этого померяем так метр шестьдесят пять получается метр шестьдесят пять вот так метр ты хочешь все таки уравнять ну двадцать метр двадцать на метр шестьдесят не помни ну ага надо записать на шифонере себе на дверке напиши и ножницы моего кумы километра всяких нет сейчас не осталось уже все тупые я даже раз не знаю как она будет резать обыкновенно она режет как трудновато но господи благослови называется взяла уже ножницы нет вот что вы отмерили смотрите какой кривой до край да ведь это хорошо если это тут немножко волнами я сразу сказал что неровно ну ничего такие нюансы уж сильно-то не будут видны я вот хотела еще вот так смерить для чего ну вдруг ну-ка оттуда метр шестьдесят да сколько получается метр шестьдесят девять ну вот я вот даже по этому краю смотрю смотри как метр шестьдесят девять а тут метр шестьдесят пять я не думаю надо будет тогда сравнить почему ровно же нет это не ровно нет вот сюда встаньте посмотрите как здесь шестьдесят восемь шестьдесят восемь ну значит это вот этот крайне ровный нет а ты что написала метр шестьдесят а не метр шестьдесят восемь ну это большую роль не играет сантиметры эти пять сантиметров один сантиметр же один раз или как семь раз отмерить один раз отрежь а вы хотели еще на стол постелить это даже на шкафчик не хватит на твои полочки хватит ну очень красивая клеенка мне очень понравилось он плохой не покупает эти дыры на сто раз это я увидела и взяла она увидит сразу берет я давно увидела а в мозгах так и держала что они там есть такие всякие вот как то так и какая цена за метр три с половиной ну я же говорю она сейчас не дешевая ну если мы за этот кусочек дерьмовый отдали почти четыре да? или три три с чем? три четыреста ну это кусок семь тысяч вот так на два подарка это ничего найдемте смотри здесь блестка да да это лицо мам лицо да это блестит нет нет вот так надо да нет это лево разве нет или да смотрите сами это лево и да но она же сильнее блестит потрем ее слева что ли или справа не знаю а что-то и стол тогда с какой стороны был на полу нет надо сыроватый протирать чтобы клеенка хорошо легла да а потом же он это сопреет стол нет он уже высохнет быстро мне так в магазине продавцы говорили когда я первое стекло покупала вот как та у нас то да ты тоже кидает старые старушки ну говори про себя только так ты молодушка да молодка убери руки вот ну потом еще намочите она когда будет лежать она сама вся так девочки мне кажется вот здесь криво обвиснет да криво криво вот теперь ровно но теперь как бы как будто здесь длины не хватает с этой стороны да я же говорю это целое искусство блин одинаково одинаково ну вот теперь вроде ровно теперь будем ждать пока обвиснет давайте на чистовую вытирайте будем накрывать стол будем опять пить чай а еще мы хотели сегодня котлеты жарить или плов или котлеты плов или котлеты чтобы завтра не варить да и цыплят сразу сегодня можно зажарить и завтра будем отдыхать ой у нас такие вкусные цыплята есть сейчас я забацаю их видите гости у нас как шуршат а вот они у него хорошо получается я репетировала давайте следа малина оттаяла да хороший будет торт доставай нам бабушка присылала с белоруссии ту же малину но у нас совсем другой вкус был вареньем уже красиво смотрится красиво да коричневого цвета малина из белоруссии она вам присылала вареньем что ли или свежую свежую же она бы не дошла вареньем ага и варенье такое было вкусное мне казалось и да варенье я совсем не так я от радости это у меня язык заплетается вроде ещё не выпили вареная малина уже цвет у неё такой вот коричневый мне не нравится вареная Мне тоже нравится. Нет, Света, малина совсем другого вкуса. Она пахнет лесом. Может, она лесная у них была? Лесная, да. Конечно. Ну, это в каждом регионе другой. Малина растет кустовая такая. Садитесь. Женщина, садитесь. Томса замчая женщина. Вот такой тортик привезли нам. Вкуснячий. Сейчас будем худеть на ПП. Кто на ПП, все присоединяйтесь. Сын мой привез, а он привез. Мама и окрестная ему. Крестник, короче, мне привез торт на 8 марта, да? Заранее, да. Ну, да, в семью. Где женщины? Сейчас будем пить чай, потом будем мыть посуду. Мы ничего не помыли. Все в раковину скинули и пошли отдыхать. А потом опять отдохнем, и уже будем готовить ужин, да? Вот дай мне можно сюда, но у нас сильно черная. Не надо. Тут хорошо беленько смотрится. Вот моя самая первая. Вот она у тебя почему вырезана не так, а вот так? Она вот была на столе. Она такая есть в полуфе. Она молодежная была у нее по всем столам. Нет, а ты на такой стол вот так стелила тоже? Скатерти? Нет, у меня клеенки были другие. Она же у меня не в кухне стояла, а в столовой. Да, да. Светленькие клеенки были. Ну, я просто не помню, что у тебя на этом столе вот так, как скатерть висела. Да, как скатерть. Помнишь, в котором мы с кофе чашечки были? Мы первые сюда клеенки стелили. Чашечки с кофе. Все вот так были. Но они не стекло были же, да? Нет, простые. Простенькие. Стекло вот это первое было. Нет, а почему ты не купила себе, не покупала себе вот сюда стекло? Потому что были другие клееночки веселые. А был темный цвет. Темный я не хотела. В магазине не было другого цвета? Не было. А когда я уже купила, потом китали, после меня через некоторое время пошла, купила светлую. С зеленым что-то у тебя было, да? Помнишь? Я купила такое стекло. Сверху были розы зеленые. Зеленые что-то были. А снизу было чисто белое. Красиво смотрелось, да? Поэтому я как надоедает у меня зеленая, я на белое переворачиваю. Было как бы двухстороннее такое. Чего только нету. Да. Это торт какой? Медовый или бисквитный? Медовый. Медовый? Нет? Тут просто Рион написал. Ты что, не увидишь уже? Они не пишут состав. Начинаем праздновать 8 марта. Ну что, медовый торт попробовали? Нет, еще не попробовали, не успею. В колбасу еще жрем. самый вкусный торт это колбаса с сыром это ты сырный продукт купила вкусный какой-то я то разбрала не такой он был этот что-то лучше очень редко попадается какой-то нига или никакой продукции они в основном все вкусные все ребят на сегодня все ждите наши следующие выпуски скоро мы будем готовить ужин тоже будем с вами она сегодня все всем пока пока пишите нам комментарии ставьте лайки